всем приветики вот и пришла ко мне еще одна посылочка из китая это такой моторчик вибромотор чик здесь ну пришел в почтовом пакетике с пупыркой вроде бы на эту ко что гляну с пупыркой и в нем лежала такая вот бумажка в которой продавец просит поставить ему хороший отзыв но это зависит от товара по просьбе мы конечно же ставить не будем с товар хороший поставим внутри была еще одна пупырка вот такая в которой лежал сам моторчик вот у моторчик тут получается что хорошо чтобы моторчика уже есть корпус то есть вот такой вот корпус с ножками какими-то маленькие они это отверстие для болтиков вот они болтики и там внутри моторчик моторчик с которого выходят два провода красный это обычно плюс черный это минус минус у нас наружу это 5 вольт он от 3 до 5 вольт работает причем неважно какую как подсоединишь правильно или неправильно просто если плюс и минус подсоединить правильно он будет в одну сторону если неправильно то в другую сторону крутиться ну вибрирует так более-менее ну так даже не знаю как сказать но так чувствуется не то чтобы сильно если взять вот чехол от телефона к примеру положить на него и включить сейчас посмотрим как она будет работать а Да, жёстко, как дрель какая-то Причём самое интересное, что Когда я покупал вибромоторчик Сразу какой-то такой запах, типа пластмассы Ну, наверное, просто он ещё новый, поэтому Надеюсь, он там греться не будет Потому что если будет греться, это плохо У меня был один вибромоторчик, у которого были Сильно большие обороты И он просто от того, что работал, сгорел Ну, то есть его даже не нагружали Ничего, его просто включили Причём даже не на максимальном питании, от которого он может работать Он там, по-моему, тоже от 3 до 5 А нет, от 3 до 6 Ну, в принципе, как здесь От 3 до 6 То есть он работал на 5, как этот и сгорел Он даже не на максимальном питании На 6 вольтах Вот, надеюсь, не будет греться И вот, когда моторчик без корпуса держишь в руках Так аж пальцы так трясёт А в корпусе держишь, так особо не трясёт Пальцы чувствуются вибрации, но не особо трясёт То есть как-то корпус гасит А без корпуса оно прямо аж пальцы трясёт Ну, и довольно-таки жёстко Жёстко, так прямо У-у-у! Прям как дрель. Ну, ещё, в принципе, можно открыть корпус. Вообще, глянуть, что там внутри делается. Сейчас я возьму отвертку. Ну, вот, в общем-то, я и раскрутил уже всё. Ну, вот такой моторчик. Как раньше в машинках были гоночных. Ну, радиоуправляемых машинках. Раньше были такие маленькие машиночки. С пультиком нажимаешь, и она поехала. Вот, как раз там такие моторчики стояли. Вот, точно такие же. Только без этого грузика, который создаёт дисбаланс. Ну, и моторчик из-за этого вибрирует. Была шестерёнка. Шестерёнка крутила другие шестерёнки, которые были прикреплены к колёсам, и машинка двигалась. А здесь просто вот такая штучка стоит. Провода так хорошо тоже уложены. То есть, чтобы они от вибрации не отлетели, по идее. Потому что если бы они просто лежали от вибрации, атака не закручена, в принципе. И здесь тоже они, чтобы не выскочили, и чтобы, ну, по идее, нормально сделано. Вроде как качественно. Ну, то есть, где-то есть какие-то, как всё равно, такие вот потёртости. Ну, так он выглядит, конечно же, не сильно. Но, в принципе, сделано, мне кажется, качественно. Можно попробовать так запустить. Но главное, чтобы он не вылетел отсюда. Да, вылетает. Ну, в общем, вот он, вибрирующий мотор. Так, а если его достать? Вот так вот он выглядит. Такой моторчик. В принципе, его можно и в руках запустить. Вот он такой моторчик. В руках это уже будет совсем другое. Сейчас начнут пальцы трясти, потому что вибрация обычно хорошо идёт по пальцам. Нет, то есть, корпус как-то гасит вибрацию. Ого, он прям мощный. Мне его тяжело держать. Ну, вот о чём я и говорю. Когда просто в пальцах держишь, аж на камере видно, и такая вибрация идёт. А когда держишь в корпусе, то вибрации это и не видно. Оно слышно, но не видно. А в пальцах оно прямо видно. Ещё запах какой-то такой. То ли металл, Металл какой-то смешанный с пластмассой. Что-то такое. Ну, запах. А корпус такой. Ну, в принципе, это хорошо, что и есть корпус. Я и хотел с корпусом, чтобы не надо было ничего мудрить. То, что если ты хочешь именно вибромоторчик, и чтобы он у тебя, типа, работал нормально, то нужно его... Ну, чтобы он... Если ты его хочешь положить, чтобы он вибрировал, то нужно его как-то закрепить хорошо, чтобы он не улетал. Ну, а это сложно как-то придумать что-то такое, чтобы он крепко держался. А в корпусе он уже точно закреплён. Он здесь как раз-таки для него... Даже кружок вот под вот эту штучку, вон он. Оно уж так подходит прям идеально. То есть тут прямо всё так закреплено, чтобы он вообще никуда не убегал. И по идее, он не убежит. Оно даже и в руках держишь. То есть здесь даже под этот кружочек, вот эта ямка. И вот под этот кружочек тоже ямка. То есть он здесь закреплён хорошо. И таким образом, в этом корпусе он уже точно никуда не убежит и будет создавать вибрацию. Вот. Ну, всё, закрутил я его. Самое интересное, что эти болты, винтики до конца закручиваются. Прямо до упора. Но я не сильно жал, я прям зажимал так вот. Не рукой целый так и зажимал, а просто вот так вот. Пальчиками так. И пальчиками оно прям до упора. Ну, теперь самое главное, чтобы оно не перегревалось. Ещё зачем-то две дырочки. Ну, здесь для провода. Провода отсюда выходят. Здесь можно, наверное... Ну, здесь с какой стороны не поверни. Хоть это и хоть это и как бы дырочка. То есть провода могут выходить как отсюда, так и отсюда. То есть как ты не повернёшь, неважно. Вот эти дырочки непонятно зачем. Они, кстати, там сквозные были. Можно для проветривания. Наверное, для проветривания, чтобы сверху и снизу брало воздух. Но, мне кажется, этих дырочек маловато будет. Главное, чтобы он не перегревался. Потому что если будет перегреваться, с ним не будет хватать воздуха, то тогда он может нагреваться и сгореть. Получается, он сейчас может брать воздух отсюда. Вот с этой дырочки. Сверху с этих двух дырочек и снизу с вот этих двух дырочек. А здесь провода как бы закрывают. Вот здесь вот крутится сам вал. Но мотор-то внутри. А там всего же две дырочки. И сверху, и снизу. Ну, как-то маловато. Но главное, чтобы не перегревался. Вот как бы самая основная причина. Так вроде мотор хороший, корпус хороший. Сделано качественно. Ну, и продумано все так. То, что везде под все есть такие вот крепления. Ну, вот именно... Ну, вот именно главное, чтобы он не перегревался. От долгой работы. Понятно, что если его там включить на минутку и выключить, ничего с ним не станет. Ну, а если он будет работать, например, минут там 20, не перегреется ли он. Или там, я не знаю, час будет работать. Вот. Так что... Такой вот моторчик. Пока что вроде все норм. А вот как он будет работать на долгое время, это я не знаю. Надо будет проверять. А на этом все. Всем пока-два.